друзья здравствуйте сегодня интересная тема для обсуждения для рассуждения для данного видео как нам прощаться и как нам встречать друг друга словами какими словами я сначала расскажу как было у наших предков а потом мы с вами выведем некую аксиому которая позволит вам перестроить свою жизнедеятельность для того чтобы у вас все было гармонично и правильно во первых у нас всегда боги были основа основ и когда мы в суе сейчас злимся там высказываются негативно мы пережигаем тонкие тонко духовные только вибрационные высоковибрационные будем правильно говорить потенциал божественный внутри нас а мы каждый раз когда видели друг друга мы говорили друг другу позитив то есть мы призывали бога для того чтобы эта божественная сила она была нашей силой ведь если ты злое существо призываешь она придет а если ты бога призываешь придет бог то есть мы каждый раз видели в своем собеседнике бога и поэтому функцию бога то есть его приветствие вы произносили так вот какие у нас были приветствия у богов и в том же смысле их функциональные качества богиня правь это свершение богиня лиля блажа желаю или еще второе приветствие лиленьи блажа габино или то что сейчас называется длинным предложением божественной судьбы удача это у богини яви радигаст радость славь славы почета жель терпение исполнения желания кострома вечности симаргу воля и твердость берегиня бережение над мира по не благости первым праведности могущество свинтовит мастерства и процветания корс всего хорошего лада и согласия у лады стрибах здравия вей мудрости я вела счастье вились величие род успехов и купала это прищевание а теперь смотрите раз эта функция бога то мы можем ее проговаривать для того чтобы родить мы уже видели это видео на моем канале правда вы же знаете что это важно и когда мы через родение через устоявшиеся эмоциональную реакцию на происходящее призываем бога если мы эмоционируем как бог его функции например счастья радости успехов здравия до крепкого бог спускается он находится с нами вот представьте что вы встречаете человека и говорите ему непривычное там что-нибудь привет а успехов или например благих свершений или например удачи ведь у нас сейчас из правильных приветствий осталось только здравствуйте но мы говорили здравствуй и да или например здравия вот это более правильное такое обращение даже здравствуйте то хорошо но мы этим же словом и провожали человека понимаете какая штука то есть у нас не было такого что ну пока ну там еще до свидания до свидания это мы просто говорим о том что мы еще увидимся но это не прощание с человеком кстати на слова прощать да осталось но это обрезанное прощевание прощевая точнее то есть у нас было следующим образом у нас календарь состоялась период богов и если у нас дошел например период богини прави то мы каждый раз когда встречали знакомого человека встречали его словом свершений подразумеваю что благих свершений можно даже это проговорить благих свершений если мы с ним обсудили поговорили все что нам нужно то вы произносили на прощание тоже благих свершений и расходились если это период бога рода то мы встречали человека со словом успехов и провожали со слова со словом успехов точно так же там например или лень и и блажа штука блажь это постоянный контакт с богом это когда внутри тебя бог стоит и вы проговариваете функцию лени и блажа бог снисходит и вы с человеком разговариваете на божественных своих ощущениях какое будет качество вашего общения поэтому обращайте на это все внимание это не просто так это действительно очень важно как ты встречаешь человека как ты его провожаешь наш язык русский он стал куцым нам сейчас эти моменты все не объясняют нам про богов слова не говорят мы вообще не знаем что боги существуют где они да вот каждый спрашивает кто это вообще как это и когда ты начинаешь объяснять что у нас была великая культура она сейчас есть просто нам внедрили мысль и что мы с дерева спустились и палками копалками там делали все что нам там рассказывают не так это было нас есть падение цивилизации и боги это всегда была наша и сила и защита и обережество эмоциональная подпитка эмоциональная защита и все что связано с ней потому что если мы простраиваем богов своим родением то они снисходят до нас а если мы ничего не излучаем откуда у них будет силы как они нас будут оберегать помогать так вот для того чтобы намаливать силу богов мы должны вернуть приветствие не только здравие не только привет да ну то есть при венах то есть я знаю я ведающий это не так плохо вот то есть в русском языке еще вот что-то осталось позитивное в этом плане но в целом нужно возвращать наши пожелательные приветствия божественные в наш обиход то есть не просто там приглашать до бога когда вы встречаете человека а еще и провожать его тем же самым значением я понимаю что такое очень сакральное знание но я на всякий случай вот к этому видео приложу календарь на текущий год этот календарь будет действовать еще 11 лет может быть кому-то будет интересно и он заглянет в этот календарь и потому что сказать приветствие да вот ну как бы и не обозначить когда его нужно использовать как приветствие и как провожание человека это все равно что сказать а не сказать бы так вот под этим видео я думаю что будет в комментариях размещен данный календарь который будет у нас действия на еще 11 лет на високосный год соответственно и на текущий год обычный а вот я вас благодарю после вас уладится получается я очень надеюсь что наш лексикон не просто расширится а станет нормальным хотя бы потому что очень много явлений нам непонятно я бы и вот как раз период богини купала да вот я записываю это видео объяснить что такое прощевание вообще по функциям пробежаться но что например благие свершения мы знаем когда все свершается и это свершение идет нам во благо то есть не так как мы хотим а как должно быть по нашей судьбе лиленья и блажь блажь это постоянный контакт с богом лиленья и мы знаем мы холим и лелеем своих деток божественная судьба это та которая дарована по праву рождения удача не объясняет понятно радость слава и почета терпение исполнения желания то есть без терпения исполнится желание не может вечность это состояние когда ты понимаешь что твоя душа жила всегда то тебя сейчас с тобой будет жить вечно то есть вот это состояние это вечность это великое состояние когда мы испытывали разные ситуации мы всегда были здесь разных интерпретациях воля и твердость но это когда мы стараемся идти планомерно к своим целям возвеличивая человека то есть самая главная ценность общества это человек не деньги не богатство какие-то а человек бережение не объясняю мир не не объясняю благость благость это благой гость это маленький временный контакт с богом когда что-то святое в тебя вошло дальше праведность могущество мастерство и процветание ладно согласия да например что у нас всего хорошего тоже не объясняю здравие крепко тоже не объясняю мудрость не объясняю я думаю что вы все эти вещи знаете если нет пишите в комментариях мы будем об этом говорить счастье величие успехов прощевание так вот прощевание это не прощение прощевание это двустороннее прощение когда я тебя прощаю за все и ты меня прости пожалуйста даже если человека уже в живых нет даже если уже состоялся переход или вы с ним не общаетесь у вас есть возможность провести прощевание с его душой подумать о человеке простить его от всей души попросить прощения у него и гордив узел который вас связывал он разорвется и разрубится ну вот так я надеюсь что это видео вам было полезно я вас благодарю пусть у вас все ладится получается всего доброго у меня